Межрегиональный фестиваль «Классические розы» имени Игоря Северянина объединил полсотни исполнителей из Москвы, Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода, Вологды, Белозерска и Череповца. Проходит он уже в четвертый раз. Это первый в России и в мире фестиваль, в котором участвуют и дети. Миша, несмотря на совсем юный возраст, истинный ценитель классической музыки. Пять романсы он начал в музыкальной школе, а на прошлогоднем фестивале в Череповце стал лауреатом первой степени. Меня учительница сюда привела, и в первый раз я здесь выступила и выиграла. Одна из целей фестиваля – популяризация жанра романса как раз среди детей и молодежи. В век электронной музыки классический романс зачастую воспринимается как явление из далекого прошлого. Мы решили узнать у череповецкой молодежи, знакомы ли они с этим жанром. Знаешь, что такое романс? Вообще не знаешь, никогда не слышала. Ну, произведение. Музыкальное. Ну, слушал так что-нибудь в кино всяких. А что это, как ты думаешь? Ну, фильм какой-нибудь. Однако и тех, кто романс с кино не путает, в Череповце хватает. Каждый год на фестиваль «Классические розы» приходит все больше людей. В этом году его даже пришлось частично перенести из филармонии в камерный театр, чтобы приобщиться к прекрасному могли все желающие. При выборе лучших оцениваться будут не только вокальные данные. У нас оценивается не только вокальный талант конкурсанта, в том числе ребенка, но оценивается еще и совокупность душевных, сердечных и творческих вот таких переживаний. Романс позволяет показать всю широту русской души. Наверное, именно поэтому интерес к нему не угасает в течение веков. А у участников фестиваля «Классические розы» душа огромная, несмотря на маленький рост и возраст. Буря мглою небо кроет, выхрис нежные крутя, то, как зверя на забое, то заплачет, как дитя.